привет ребят сегодня такое видео у нас накопилось у меня посылочек из китая разных хотел сейчас посмотреть их вместе с вами приступим так ребят давайте начнем первая посылочка приехал мне вот такой вот термометр кухонный смотрите вот так называется я ссылок под видео не оставляю на товар почему потому что ну ссылки на видео оставляют обычно те видеоблогеры которым товар заказали они вот рекламировали и соответственно продавец требует чтобы блогер оставил ссылочку под своим видео на его товар на его магазин это ну как когда платят за обзор и не факт что ссылка на этот товар на этого продавца является оптимальной то есть иногда эти товары по ссылкам которые рекламируют блогеры они дороже иногда полтора раза поэтому я все товары просто ищу вам тоже показываю вот по названию ищите на алиэкспрессе на других китайских магазинах на banggood вот ищите по названию и выбирайте оптимальную цену это у нас вот такой вот термометр дали градусник термометр что у нас в комплекте идет визиточка продавца инструкция на английском языке я уже заказывал как-то себе кухонный термометр такой или градусник термометр температуры меряет до термометр но он был некачественный там все отпаялась распаялась короче я выбросил так комплекте и тут такой вот крепежек это наверное чтобы крепить где-то там на мангал там рядом на какую-то полочку вот так вот щелк сюда вставляется сам прибор дополнительный щуп идет можно использовать один щуп можно два то есть один щуп можно воткнуть там в барбекюшницу или мангал чтобы контролировать температуру топ топлива вернее огня а второй непосредственно в само блюдо больше ничего нет и вот такой вот термометр у нас значит работает он от двух батареек стандарта 3а маленький такой аккуратненький ставим батареечку сейчас я принесу батареечку вот батареечки наши вставляем сюда вот он показывает температуру теперь пленочку я уберу не люблю пленочки вот показывает температуру здесь намотан шнур такой вот со щупом и вот индикация градусы и вот здесь написано цифра 1 то есть первый щуп рядышком здесь еще бывает выскакивает цифра 2 если подключаешь второй щуп чем хороший прибор вот мы его оснастили воткнули в нашу еду до положили рядом с печью затем есть такое приложение для смартфона называется биби кей вот она красненькая у него входим показывает температуру 23 градуса цельсия также как на приборчике вот так вот показывает температуру затем здесь мы можем выставить время нет значит вот показывает температуру это первый щуп вот второй щуп первый щуп второй щуп для каждого щупа можно выставить время таймер а также можно выставить вот температуру нажимаем на значок температуры и мы видим здесь у нас идут изображения биф в общем говядина баранина свинина курятина рыба гамбургер и для каждого блюда вот здесь вот идет написано рар там эта степень приготовления медиум рар рар и градусы сколько вот допустим на раре говядина у нас 60 49 градусов свинина 63 градуса это дом это полностью приготовленная также если мы выберем вот допустим я нажал на говядину мы здесь можем выбрать как мы хотим приготовить медиум рар рар дон то есть полностью приготовленная там мясо с кровью вилл дон то есть мы сами выбираем и соответственно если у нас стоит здесь рар говядина 49 градусов мы выбираем вилл дон и вот у нас уже пишет вилл дон было 49 градусов стало 71 до 77 стало 77 и таким образом мы можем контролировать и как только температура достигает допустим 49 градусов вот мы хотим готовить говядину допустим буженину мы втыкаем щуп ставим в печь и если в рецепте написано допустим готовить там 30 минут при температуре 49 градусов до уровня рар да то мы контролируем когда на приборчике появится 49 градусов с этого момента можем на том же приборчике через это же приложение поставить таймер на 30 минут и он нам пропищит и соответственно смартфон провибрирует что все пора блюдо снимать вот такая вот нужная штука для готовки так с этим все я упаковал коробочку с этим все следующая посылочка давайте вот начнем с этого вот такой вот чехольчик пришел ко мне что это такое это насос для подкачки ну на самом деле здесь два насоса вот эти сами головки это есть насос кроме того в комплекте идет вот такой вот шланг дополнительный переходничок я открою дополнительный переходничок этот сюда не подходит даже не знаю это наверное для чего-то другого два переходничка даже вот один и два с разным диаметром два переходничка вот видите как длинный средний и короткий вот так вот вкручивается этот насос все крутили это гайка проворачивается ну чтобы было удобнее накручивать эта гаечка проворачивается как это работает сюда вставляется обычный углекислотный баллон который используется для пневматических пистолетов и мы подключаем открываем и пошла накачка подкачка скажем так подкачка накачать конечно от маленького баллона автомобильное колесо невозможно но для велосипедистов или вот как я допустим езжу на моноколесе подкачать это запросто если вдруг надо доехать то пожалуйста вот я заказал один комплект в этот комплект еще входит такой вот ремнобор это заплаты на шину терочка такая для зачистки заплатки для быстрой так сказать вулканизации в полевых условиях затем вот такая вот штука это пенка какая-то типа пенки не знаю никогда не использовал и вот такие вот монтировочки для того чтобы достать шину две штучки не шину а камеру вот такой вот таких носочков они дешевые я таких носочков заказал себе два все это вот так вот компактно упаковано в общем ничего сверхъестественного все просто до безобразия поместится в любой бардачок велосипедный ямочка такая вот такой вот штучка дальше давайте раз мы пошли по насосам давайте заказал себе еще такой вот насос смотрите название вот так вот он выглядит что это за насос это насос со встроенным аккумулятором так комплект входит сам насос вот такой вот он небольшой с этой стороны у него отверстие для крепления шнура шланга для подкачки и два светодиода для подсветки с этой стороны дисплей на этом дисплее мы можем выставить давайте я его включу вот он включился у нас все показывает по нулям здесь в этом насосе можно выставлять бары можно выставлять PSI и я его вот использовал для моноколеса вот допустим плюс-минус это вы выставляете на какой отметке он должен отключиться при подкачке вот у меня стоит здесь три атмосферы да сейчас покажу вот у меня стоит три атмосферы все вот запрограммировали сколько вам нужно вы выставляете это опять же насос для подкачки автомобильное колесо накачать ну может быть можно это может диаметр тринадцатый но я думаю что он высадится быстро для подкачки очень удобно что еще удобно удобно то что когда его только подключаешь на этом дисплее он сразу показывает то давление которое сейчас в колесе то есть он сразу служит и измерителем давления еще одна хорошая фишка я его попробовал что хорошо вот я допустим свое моноколесо подкачиваю до трех атмосфер ну так ему положено оно мне было приспущено было 2,8 я выставил 3 атмосферы включил он начал подкачивать подкачал и остановился на отметке 3,1 атмосферы немножко прервался извините значит ребят так что я хотел сказать когда я подкачивал свое колесо фишка тут такая есть было спущено до 2,8 он подкачал до 3 и ну значение здесь стояли 3,1 атмосферы то есть здесь он подкачивает на пол атмосферы или на атмосферу на одну десятую атмосферы больше я думаю это сделано для того чтобы учитывать что когда вы вывинчиваете вентиль какое-то количество давления сбрасывается ну такая приятная штука дальше в комплекте идет под него вот такой чехольчик мягенький шланг для подкачки и вот такие вот переходнички чтобы мячи накачивать там какие-то матрасы наверное и в комплекте идет еще зарядное сетевое и зарядное автомобильное вот такой комплект ну и инструкция тоже работает он довольно шумно сейчас я включу вы не пугайтесь все так кнопочкой включаем это мы включили включили светодиоды еще раз надо включить сначала сам дисплей а получается если дисплей включен и мы при включенном дисплее нажимаем извините вот так вот громко работает если дисплей выключен и вы включаете кнопочку он он офф то включаются только два светодиодных фонарика такая штука надеюсь не испугались вот это вот наша третья такая посылочка вот такая у нас автомобильная кулинарная тема дальше пойдем что дальше а вот еще одна автомобильная тема это я купил значит контроллер давления в шинах для автомобиля беспроводной давно себе хотел такую штуку купить но они все какие-то проводные не хотелось цеплять какие-то провода куда-то выводить вот смотрите так вот эта штука работает на солнечной батареи давайте ее вскроем посмотрим здесь у нас мануал ну как обычно все далее такое вот гнездо для прикуривателя с USB выходом это у нас идут колпачки на мипеля пиля не пиля в колесах есть такие же разновидности вот это контроллера которые ставится датчик внутри колеса это внешние датчики здесь в комплекте еще идет вот такой вот ключик резиночки прокладочки ключик тут нужен для того чтобы здесь вот внутри если это раскрутить я не буду сейчас раскручивать если раскрутить там стоит батареечка маленькая батарейка ее нужно менять один раз в два года как по инструкции написано ну и соответственно мы имеем здесь front right front left вот front right передняя правая передняя левая rare right передняя правая задняя правая и задняя левая то есть накручиваем их и сам приборчик их сразу обнаруживает дальше значит комплект ключей я показал далее идет зарядка usb здесь mini usb вот можно заряжать от любого пауэрбанка затем скотч типа 3м для крепления на торпеды ну и сам приборчик так выглядит он вот так здесь стоит батареечка такая солнечная кнопочка включить м и включить назад совмещенная кнопочка включить стрелочка назад стрелочка вперед перемотки и м типа memory так давайте снимем пленочку сразу так вот наша батареечка с дисплей снимаем тоже пленочку вот такой приборчик ставится на панель приборчик чем хорош тем что он показывает давление в каждом из колес и показывает температуру в каждом из колес либо в цельсиях либо фаренгейтах кому как привычно у него стоит порог на самое высокое давление и порог на самое низкое давление то есть этот порог вы можете задавать сами допустим во всех колесах можете задать порог там полторы атмосферы и как только в одном из колес спустится до полутора атмосфер сразу раздастся звуковой сигнал он будет периодически пищать и показывать какое именно колесо у вас спущено давайте его включим ну вот вот он включился датчики никакие не подсоединены давление в барах вот видим тут давление в барах температура в цельсиях и он показывает что сейчас он работает от батареи возможно если мы сейчас как то его подсветим может быть фонариком нет этого недостаточно вот я поднес сейчас под лампу если успею вам показать то в левом углу в верхнем появляется солнышко и батарея показывает что заряжается индикатор зарядки пошел вот сейчас вот там солнышко видите погасло убрал от фонаря ну и вот такой приборчик что тут еще сейчас мы зажимаем кнопочку вот так вот выглядит дисплей большие цифры это показания давления будут в будущем маленькие маленькие циферки это как раз таки температура в каждом из колес теперь что мы делаем мы можем меняется уровень подсветки ну да меняется бары либо PCI мы ставим бары дальше температура меняется фаренгейты либо Цельсий дальше мы задаем нижний уровень давления у меня стоит 1,8 дальше мы задаем верхний уровень давления при котором будет звуковой сигнал сдаваться тут стоит 3,2 дальше это что задаем отдельно для задних колес потому что в некоторых моделях автомобиля передние и задние колеса качаются по-разному также верхний предел давления потом это что у нас температура так и тут также есть такая опция как можно что прямо на этом приборе допустим если вы перепутали датчики поставили правый налево лево направо не хотите их перекручивать но это актуально если датчики ставятся внутрь колеса тогда конечно это проблемно нужно ехать на локализацию тогда вы можете через этот прибор просто поменять их местами слева направо справа налево там по диагонали это все прибор позволяет сделать но тут такой проблемы нету просто вышел из машины да перекрутил датчик вот и все вот такой приборчик долгое нажатие прибор выключился показания цифр здесь не постоянные то есть они при нажатии на кнопочку высвечивается дисплей показывает вам все данные а потом он через время отключается хотя продолжает заряжаться от солнца на панели но вместе с тем работает он постоянно то есть он считывает данные с датчиком по моему каждую минуту вот такая вот прибуда это я все поставлю сейчас у нас зима декабрь месяц мне хочется там возиться ну и в принципе я как бы ждал вот этого насоса думаю сразу буду ставить датчики чтобы выровнять везде ровно ровно ровное давление по 2 атмосферы это не хочется выкручивать качать измерять а тут сразу датчик поставил на приборе показал какое давление если маленькое сразу насосом подкачал и полный вперед так что будем это делать дальше еще одна посылочка но эта посылочка чисто такая для видео для дома это я заказал себе вот такие вот аккумуляторы китаец положил еще здесь боксы эти боксы я отдельно не заказывал а батарейки да заказывал батарейки аккумуляторы ну тут ничего революционного вот такие вот ПАЛО аккумуляторы на 3000 ампер часов такие вот штучки формата 2А и также формата 3А я их заказал тут получается 1 2 3 4 5 6 6 24 штучки больших и 24 24 штучки больших и 24 штучки маленьких ноутбокс это конечно приятный бонус это китайцу спасибо все приходит упаковано очень хорошо прекрасно ничего не помялось вот пожалуйста если вам надо вот такой ПАЛО ПАЛО 3000 ампер часов так это была у нас какая пятая посылочка ну и ребят сегодня буквально с работы ехал курьер меня не дождался перебросил через забор подмокла не знаю что здесь давайте посмотрим ничего военного быть не должно ну да все понятно это у нас ребятки Powerbank Powerbank Xiaomi Mi Band Xiaomi короче просто просто Xiaomi откроем его так ребятки вскрываем посылочку вообще эта фирма Xiaomi она очень хорошо себя зарекомендовала мне нравится вообще их продукция часы тоже Xiaomi но тут стандартная инструкция я думаю у всех такие Powerbank есть в комплекте Powerbank шнурочек для зарядки ну и все в принципе в общем то вот смотрите заклеено все красиво упаковано все как iPhone молодцы ребята это 20000 миллиампер часов даже полностью заряжен и вот полностью заряженной хорошая штука приятная на ощупь такая такая текстура у него еще интересная это все у нас будет для всякой видеосъемки ну что еще 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 пришел вот такой вот USB звоночек заряжается вот USB встроенная батарейка зачем я его приобрел но велосипед у меня тоже есть но вот на моноколесе когда катаешься то люди не расходятся они тебя не слышат оно бесшумное а это вот можно так допустим одеть на палец я уже думал как это допустим одеть можно на палец а это спрятать ну тут же рукав куртки оно особо не мешает и в случае чего внимание тут несколько звонков такой вот еще один ну этот более-менее такой главное близко не подъезжать чтобы не испугать людей ну и все такая вот приблуда как называется вот смотрите вот такая штучка так так ну и все спасибо кто смотрел тот молодец пока ребятки ребятки кое-что забыл доснять сейчас покажу вот я заказал еще в Китае вот такие штучки себе и жене на машину это что это такое это вот такая табличка она крепится на присосках на лобовое стекло здесь идет вот такой вот скребер в комплекте в комплекте и здесь вы просто этим скребером стираете серебристые вот эти части оставляете свой номер телефона если вдруг вы припарковались там где парковаться нельзя или кому-то перекрыли дорогу чтобы вам могли сразу люди позвонить и вы вышли вот такие совсем дешевые вот такие чуть подороже пришли еще я пока не знаю какие из них поставлю это металлическая такая вот штука крепится на 3м скотче вот так вот устанавливается на торпеду вот эта штука для чего-то я не знаю так показано в фотографии крепится вот так вот написано go и наборная такая вот пластиночка с цифрами которые просто приклеиваются вот в эту планочку двухсторонние ну теперь все спасибо